Всем привет! Решила снять влог-болталку. Сейчас пока жду Нику, хочу вам рассказать об одном интересном приложении. Потом хочу с вами поговорить о том, знаете ли вы, что надо делать, если человеку стало плохо. Это я сегодня заполняла свою медкарту в телефоне. И я так подумала, а наверное я поговорю с вами еще об этом, кто знает, что надо делать. Но это я попозже расскажу. Потом хочу рассказать о том, что мы с Демкой начали... То есть я Демку начала водить, надо уже все-таки 3 года, надо себя отсоединять от ребенка и не говорить, что это мы. Это он и я. Вот, уже взрослый мальчик. Начала водить его в детский сад, и вот сегодня он остался первый раз на целый день. Поэтому у меня так волнительно, сейчас вечер, 5 часов, сейчас мы поедем с Никой за Демой. Вот. А, хотела вам рассказать про одно приложение, называется оно Прорыв. Это мне написала моя подписчица Катя, она была когда-то у меня на встрече, на последней. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне в трансляции, когда кто-то сказал про встречу, и мне девчонки говорят о том, что Аня, давай делай встречу. И я так задумалась, не знаю, делать или не делать, уже 17-й год, не знаю, как-то у меня такое ощущение, что никто не придет. Вот. Поэтому напишите, кто из Киева, кто бы приехал. А если ее надо устраивать, то я устрою, наверное. Вот. И как ее устраивать с детками, без деток, в какое время, день, в общем, напишите мне свои мысли по этому поводу. Поэтому я эту подписчицу знаю лично, и она мне написала по поводу вот марафонов. И я решила поделиться с вами марафонов, с которыми поделилась со мной Катя. Катя рассказала о том, что проходят марафоны, и их организовывает одна компания. Всю информацию я оставлю внизу. На самом деле, меня заинтересовала одна очень-очень такая актуальная тема для мам, вообще для женщин. Да, это формула отношений, счастливых отношений. И спикером является очень такой классный человек. Я в Инстаграм сделала пост, и я вам там описала. Мы забрали Демида. Надо в магазин, говорит. Он у нас с подарком. Говорят, нельзя... В магазин хочу. В магазин хочешь? Ты с подарком? Да. А с каким ты подарком? Машином буду. Машину ты хочешь? Смотри, что мама тебе... Вот, за то, что ты не плакал, когда в садик шел. Классный подарок? Да? Класс. В машине. И машину еще хочешь? Да. Ты смотри. А если... Мне много машин. Много машин? А если мне теперь тебя водить каждый день в детский сад? Мне что, каждый день тебе машины покупать, чтобы ты не плакал? Да, я тебе машин. Понятно. В общем, вот так вот у нас хорошее поведение покупается. Мы едем в музыкальную школу, сегодня концерт там. Но я, конечно, простывшая, поэтому мы ненадолго. Сейчас закончим пикать, дальше расскажу. Это формула счастливых отношений. Ведет его Алекс Алимской. Вот. И мне он импонирует, потому что я уже сталкивалась с его тренингами, и мне они очень понравились. И вам тоже, потому что когда-то я снимала влог, и там, ну, как бы кусочки снимала с его лекции. И вы писали о том, что многие его знают, что он очень классный. И у него действительно отдельные советы. Если у вас отношения с мужем или там с молодым человеком начинают угасать, как их возобновить, как заново разбудить чувства, как заинтересовать, и, 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 то есть так далее, это, вы знаете, для всех. И для пар, которые живут 20 лет, и для тех, которые только начали встречаться, чтобы там, например, не допустить ошибку, как правильно себя повести, где, что сказать. Ну, не знаю, мне кажется, это очень-очень полезно. Таким образом нам подсказывают, нас развивают. Это очень классно. Это один из марафонов, он про отношения. Ещё один марафон, это для тех, кто хочет, например, похудеть, или хочет утром бегать, заниматься, тренироваться, ходить в спортзал, но никак не может, то этот марафон для этих людей называется «Тело в дело». Прикольно, кстати, такое название. Ещё один марафон называется «Просыпайся продуктивно». Это тоже, опять же, волшебный пентель. Вы знаете, мне кажется, в этих марафонах каждый найдёт что-то для себя. Для отца два по сто дней, и вот один про отношения, формула счастливых отношений, 60 дней. Участвовать могут, в принципе, все люди со всех стран, со всех уголков. Это очень, кстати, классно, и это круто. И иметь такое приложение в телефоне, это тоже хорошо. В этих марафонах и тренингах есть очень много полезного и интересного. Можно даже получать там призы. Но это из того, что мне Катя рассказала. Катя? Катя, да. Я хочу туда, на Катю. Катя хочет. Я считаю эти марафоны очень продуктивными, особенно в осенне-зимний период, когда, знаете, мы пытаемся, как мишки, залечь в берлогу. Этого делать не надо, наоборот, в это время надо активно заниматься и делать то, что обычно мы откладываем на потом. Вот не откладываем на потом. Я вот иду в спортзал. Летом не ходила, весной не ходила, а сейчас иду в спортзал. Зимой не люблю ходить, гололед, холодно, надо приодеваться, в раздевалках. Но я буду это делать. Также у меня тоже есть планы, и я решила с вами поделиться, отказаться от определенных моментов. Опять же, кофе я теперь не пью его каждый день. Я пью только тогда, когда у меня низкое давление или когда просто очень хочется, но не каждый день. Это в какой-то мере для меня тоже вызов, можно это и так сказать. Поэтому принимайте участие со мной тоже, делитесь, что бы вы хотели. Значит, например, читать или действительно изучать английский язык, или французский, или немецкий, или вообще. Что вы хотите, что вы откладываете на потом. Вот давайте давать друг другу такие пендели. Ну и, соответственно, участвовать в таких марафонах, кто хочет, я внизу оставляю все ссылочки. Делитесь вообще впечатлениями. Вот это Дема говорит, что он вакавака мамина. Да, мамина вакавакатька моя вакавака мамина. Дема, компьютер. Я смотрю, знаете что? Сериал Мажор. А, Дема, 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 нельзя, ножками нельзя на компьютер. Никто, убери его ножку. Нельзя, он поломается тогда. Нельзя, чтобы он поломался. Начинать? Да. Детство, 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 ты куда вяжешь? Детство, детство, ты куда спешишь? Не наедал себя еще с тобой. Детство, детство, ты куда послали? А я хочу, а я хочу опять. По крышам бегать голубей. Гоня, не трогай меня так, как за косушку. Да сама Катя бегает по вору. А, дай, 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 дай. А, дай, 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 дай. Старушку, я не знаю, что раньше так я. А, дай, с Наташкой по вору. Нет. Мне тут вкусная жопа. Ой, боюсь, 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 боюсь. Боюсь, 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 боюсь. А у вас утро тоже так проходит? А-а-а. А-а-а. Кто это? Это краска, Дема. Купила малому краску. Ну вот, рисует. Нравится? Кто это? Что это? Вот. Это краска. О, давай листочек. Никуля. Ник. Принеси листочек формата А4. Мы ладошки сделаем. Ник обрадовалась, когда увидела твои ручки, Дем. Класс? Да. Нравится, да? Да. Круто. Вкусно? Так не пробуй на вкус. Эта краска, ее не пробуют. А почему? Потому что она невкусная. И она опасна. Пальчики. Стой, стой. Подожди, подожди, подожди. Надо полностью ладошку приложить. Подожди. Берем. А теперь полностью ладошки ложи. Ложи. Сильно-сильно. Вот так, сильно придавливай. Вот так, молодец. Сирь, поднимай. Поднимай. Все, а теперь вторую ладошку. Вот сюда. Вот так. Класс. Доставай. Ой, кто это? Это твои ладошки. Дем. Все, пошли мыть руки. Ты не сдумай нос выйти, Дема. Девочки, заказывала Демке вещи с российского сайта Lucky Child. Вот пришла посылка, ждала где-то недельки две. Сейчас покажу вам. Что вы у меня спрашивали, что я заказываю Деме, с каких сайтов. Вот один из них. Кстати, кто из России, вам попроще. Я с Украины, я ждала две недели. Вам придется, конечно, гораздо быстрее. Сейчас вам покажу. Подготовка к детскому саду. То есть Демид уже пошел в детский сад. Какие-то вещи, какие-то вещи я ему здесь купила у нас и кое-какие заказала. Вот такие вот штаники в детский сад самое оно. Это хлопок, они очень удобные. Материал хороший. Смотрим. Lucky Child. Так, это это. Цвет синий, состав хлопок, видите, стопроцентный. То есть для малыша самое оно. Вот. Это тебе, солнышко. Видишь, какие штаники тебе в детский садик? А Вики? А Ники. Ника свое уже получила. В предыдущем влоге показывала, что Ники в школу. А ты смотри, что это тебе. Это все Демушки, да. Видите, это для хозяйства. Решила попробовать, потому что много споров. В принципе, я очень спокойно отношусь к колготкам. Очень спокойно. Но знаю, что очень многие мамы считают, что для мальчика колготки это типа плохо. Я так не считаю. Мы носим колготки зимой, но решила попробовать. Опять же, у меня 98-104. Чуть-чуть на вырост. Ну и сейчас буду носить, потому что здесь, видите, есть возможность подката. Вот. Но и в дальнейшем. И здесь тоже состав хлопок. Сейчас. Опа. Так. Сейчас хочу вам показать еще два гольфика. Это, опять же, для детского сада, потому что я считаю, что это оптимальные вообще варианты для зимы. Не только для детского сада. Это гольфы, когда горлышко у малыша закрыто. Вот. Очень удобно. Тут два цвета. Один такой темно-серый. Он не синий, а темно-серый. Тут на рост 92-98. 95% хлопка и 5% эластана. Есть, да? Фокус поймался. Вот. Тоже они тянутся, так как есть эластан. Это хорошо для горлышка. Вот видите, когда малышу удобно. И, опять же, очень удобненько. Можно под джинсы, можно под спортивные. То есть, гольфы под все подходят. Под брючки. Как для садика, так и для вообще выхода. Ну, то есть, куда угодно. Гольф это оптимальный вариант. Поэтому я считаю, что гольф обязательно надо брать. И такой пиджачок. Потому что в детском саду часто бывают всякие утренники. А он не сильно нарядный, но при этом такой, как нарядненький. То есть, не на каждый день. Вот. И что мне тоже понравилось, то что его можно надевать как под футболку, так и под гольф. То есть, тоже... Сейчас я покажу сначала. Тут размер 98-104. Сейчас, фокус. Фокус, фокус. Есть. Вот. Здесь тоже стопроцентный хлопок. Все вещи из хлопка. Огромный плюс. И, видите, да? Очень приятный. Так. Что я вам хотела показать? Как под футболку, так и под гольф. Будет очень хорошо. Поэтому так. Джинсики. Какие-нибудь брючки. И вот, видите, красота. Очень хороший магазин, интернет-магазин. Вот. Все быстренько, все быстренько оформляется. Хорошее качество. И, девочки, кто с Украины, видите, можно заказать с России. Шло где-то две недельки. А вам в России вообще, наверное, хорошо. Ну, не знаю. Кто заказывал? Я думаю, что многие знают этот бренд и знают этот интернет-магазин. Все, сдала вам одну из точек. Я чуть-чуть еще до сих пор простывшая. Вы уж меня простите. Вот. Ника-ника такая. Опа-опа. Я внизу оставлю ссылочку, потому что знаю, что будете спрашивать. Потому что мне кто-то в Инстаграме спрашивал, Гай, Таня, где ты одеваешь Дему и сдай точки. Вот, сдаю точки. Одобрено. Девчонки, вот. Смотрите, какой красавчик. Ай, вообще. Это вот эти вот штаники синие. Они как раз подходят идеально, ну, как это комплект, под этот пиджак. Отпускай ручки. Хлопай, малыш, похлопай. Вот так вот. Тебе нравится? А натерь, повернись. Покрутись. Вот такой красивый мальчик. Все, к детскому садику готов. А я не буду садик. Как не будешь? Пойдешь садик? А куда тебе деваться? Я не буду садик. Почему? Я не буду. А куда ты пойдешь такой нарядный? А ну, расскажи. К папе. К папе пойдешь? Да. На работу? Да. Папа одевает пиджаки на работу, идем, одел пиджак и пойдет к папе на работу, да? Будешь с папой работать? Да. Я не буду садик. А почему? Потому что я не буду. А что, там в садике что-то не так? Нет. А что такое в садике? Почему ты не хочешь садик? Сюда, на кедру, налево. Тебя там ругают? Да. А тебя там обнимают? Да. Видишь, что она все говорит? Нет, нет, нет. Не обнимают? Нет. А что там в садике делают? Гуляют. Гуляете, да? Что вы еще там делаете? Че гулять? Суп едите? Да. Да? А вы на улице гуляете, бегаете, прыгаете. Что вы делаете? Гуляю. А что ты выбражаешь? Потому что я тебя снимаю, да? Да. А нормально не можешь говорить? Нет. Почему? Тут я могу, я могу оговорить. Я чуть-чуть подкатила. Вот. Идем. Тут есть манжет, и я его подкатила. Идем, идем. Хорошо. То есть получается, что если его подносить аккуратно, то мы еще и подольше поносим. А мы с Демушкой играем со спиннерами. Дема, скажи спиннер. 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 Скажи еще раз. Давай. Спиннер. Он так смешно говорит спиннер. Давай. Это спиннер Байли. Ух, я выиграла. А я, а Дема. А Дема проиграла. Давай еще раз. Давай. Опа, теперь мы выиграли. И ты, и я. И я. Давай. Ножку убери. Фух. Ау. А, я проиграла. Еще раз. Фух. Как же я не люблю осень. Видите? У меня, ну, это не только из-за осени. То есть прыщики выскакивают. Но дело не в этом. У меня кожа реагирует просто, ну, моментально на смену погоды. Вот когда тепло-тепло, потом сразу холодно. Кожа страдает. Поэтому вот я тут вся в кремах, в масках. Сейчас это у меня специальное средство. Я вам его показывала. Которое спасает от прыщиков. И хочу вам показать свой увлажнитель и мойку воздуха. Я, в принципе, уже видео снимала. Девчонки, кто пользуется увлажнителями воздуха? Потому что сейчас я включила обогреватель. И при этом уже работает у нас отопление. Поэтому как бы сушит воздух. Что надо делать? Я думаю, что многие знают. На ночь мы пользуемся увлажняющими кремами. А на улицу днем питательными. Поэтому не забываем и меняем крема. Сейчас покажу вам нашу мойку воздуха и наш увлажнитель. Вот он уже работает. Оно не как включить свет. Вот видите, работает и мойка увлажнитель от Philips и сразу обогреватель. Так что работают в тандеме. Я не вижу ему. Опля, ровно так, чётенько. Всё, девчонки. Свой лог заканчиваю. Пишите комментарии. Всех люблю, целую. И пусть вас греет любовь этой зимой. И этой осенью. Ещё не зима, но я уже воспринимаю как зиму. Ну да, так холодно. Ну да, всем пока.